Как действовать вам? Это конкретно ваше решение. Я вам могу лишь поделиться своим мнением и своим взглядом на происходящее. И надеюсь, что мой взгляд на происходящее и мои советы вам, они вам полезны. И вы поддержите данное видео лайками и комментариями. Давайте обсудим, как ситуация обстоит в вашем регионе. Что происходит у вас? Что вы видите на строительных рынках? Везут оттуда острые материалы? Или они без продаж сидят? Какие цены? Вообще, что говорят? С кем вы могли общаться? Что вы видели своими глазами или через ваших знакомых? Что происходит конкретно у вас? Давайте составим более полную картину по Российской Федерации. Друзья, всем привет! С вами Максим на канале Строим Правильно. Прошу прощения за свое горло. На меня тут накинулось сразу очень много всякого ерунды. Но сегодня тема важная, сегодня тема нужная. Это по поводу стройки в 2022 году. То есть, как я ее вижу, исходя из того, что я нахожусь в городе Челябинске. И свои слова я постараюсь сегодня подтвердить и проехать по ряду территорий. Показать, какими темпами идет загородное строительство. По поводу многоэтажек и многоквартирных домов я вам сегодня ничего не скажу. Хотя я думаю, что ситуация там примерно схожая. Плюс-минус. Давайте, наверное, начнем с того, что я ставлю на то, что строительные материалы не сейчас, не в СИЗО, но подешевеют. Сейчас какая ситуация сложилась на рынке? Те, кто торгуют сейчас по хорошим ценам относительно, они торгуют, как правило, с оборота. То есть, они уже не держат больших товарных запасов. Потому что с товарными запасами многие уже обожглись. И есть те, кто обжегся конкретно. То есть, я приезжаю на некоторые базы, и они еще до того, как цены начали снижаться, они начали закупаться металлом. У них сейчас все базы завалены металлом, и к ним приходить и спрашивать, сколько их еще стоят, вообще в принципе нерентабельно. Потому что у них все, они не могут себе в убыток торговать. В итоге они торгуют, сколько торгуют, как бы, ну, на аренду, на какие-то зарплаты, наверное, хватает. Вот, поэтому с оборота. То же самое у нас сейчас в пиломатериале. Да, у нас вся страна сейчас уже, по сути, в пожарах, в поджогах. Думают, ну, вот сейчас-то сухостойник пойдет. Да, наверное, пойдет. И свежепиленный сухостой, то есть, вот, это будет очень даже неплохой пиломатериал. Но если он постоит, полежит, это уже, конечно, говеный материал. Цены сейчас, в основном, стоят на пиломатериал из-за того, что заготовители леса, кто продает кругляк, продают его за очень дорого. Либо не продают совсем. То есть, у нас из-за этого сложилась на рынке такая ситуация, что, к примеру, с места я могу взять лес по 15 тысяч рублей, то есть, готовый напиленный пиломатериал. Можно даже попробовать еще подешевле и торгануться. А здесь, в Челябинске, у меня уже цена от 18 тысяч и выше. Это просто особенность, потому что лес сюда нужно тоже привезти, и люди, которые продают лес, они тоже должны заработать. Ну, то есть, пиломатериал. Ну, все должны зарабатывать. Но рынок у нас впал в спячку. То есть, он очень вялый. Для начала сезона, для начала строительного сезона, строительный рынок более чем вялый. Я обосную на своем примере, кто еще не знает или кто не помнит, я строил дом на продажу, который начал строить прошлой осенью, который продал данные весной. Я вам могу сказать так. То есть, себестоимость дома вместе с участком в пригороде города Челябинска мне по старым ценам, то есть, прошлогодним, которые уже были в росте, находились, мне обошелся в 2-300. Когда я начинал строить дом, я тоже говорил, что я уложусь там примерно в 2-300. И я уложился. Вот. А сейчас, когда я начинаю пересчитывать точно такой же дом, в точно таком же размере, да, то есть, примерно, та же самая комплектация, и данный дом уже обходится в себестоимости 3-700-3-800. То есть, представляете, вот этот уровень инфляции, грубо говоря, на строительных материалах, который прирос на ровном месте с осени 2021 года к весне 2022 года. Поэтому для меня сейчас большой вопрос. Начинать ли мне строить новый проект сейчас? Кто-то скажет, но рубль и обесценится. Да, понимаете, рубль-то обесценится. Но его важность для каждого из нас не уменьшится. Мы зарабатываем с вами в рублях. Если ваша, моя, зарплата не растет, каким образом ценность рубля для вас и для меня уменьшится? Никаким образом. И получается, что сейчас мы заложники ситуации. То есть, хотят в сезон заработать все, но люди почему-то не идут и не покупают. И что с этим делать? То есть, мы уперлись сейчас, по сути, в покупательский спрос предельный, ну, по крайней мере, по городу Челябинску. И в предельные цены по строительным материалам. Может ли так дальше продолжаться? Ну, наверное, может. Но это смерть определенного количества игроков на рынке. Да, то есть, я-то выкручусь. То есть, у меня вопрос будет уже строить, например, следующий дом на продажу не из газобетона, а из чего-то попроще. Ну, к примеру, там, шлакоблок с утеплителем. Плохо? Нет. Крепкие дома, качественные утеплитель сделал, еще и теплые. Но это отдельные нюансы, то есть, по поводу технологий, как можно выходить из ситуации. Но вы понимаете, что мы вынуждены будем переходить в колхозные технологии, в более дешевые технологии, для того, чтобы сохранить прибыль. Да, то есть, потому что, ну, вот мой опыт сейчас в торговле в Челябинске домов на продажу, то есть, если мы конкретно дома, дом считаем ИЖС, то есть, рядом с городом Челябинска, цена желательно не должна превышать 4,5 миллиона рублей. И желательно, чтобы за эти деньги люди могли взять и заехать в дом. Можно ли так сейчас сделать в нынешней ситуации? Ну, без обмана нет. Ну, я вам сейчас объяснил, то есть, себестоимость 3,700, заложите сюда налоги, ты что, за 200 тысяч рублей вот эту всю махину будешь крутить? Все риски на себя брать? Нет. То есть, как правило, если брать среднюю арифметическую, строитель на продажу зарабатывает с каждого проданного дома одну, полторы, те, кто понаглее и уже давно в рынке, две, две с половиной единицы с одного объекта. Соответственно, рентабельность в отрасли обычно составляла 75% от вложенных средств. Цикл составлял примерно полгода. Сейчас, исходя из многих факторов, цикл растянулся, себестоимость увеличилась, цена готового объекта увеличилась. И это большой блокада, большой стоп в плане дальнейшего движения. Давайте перейдем к тому, когда же строительные материалы должны подешеветь. Ну, во-первых, мы можем нарваться на распродажи, потому что никому не нравятся эти товары, особенно, когда он понимает, что он с этим товаром может зависнуть. Такие моменты нужно вспышки ловить, наверняка они будут. Когда доподлинно неизвестно. То есть, это все индивидуально. Вот, мне, к примеру, как парадасту сегодня взбило в голову, что я хочу толкнуть все нафиг и забыть уже об этой теме, и там, и в других тематиках попробовать еще там в мутной водичке вымутить день уже. Вот, то есть, такие вспышки, они обязательно будут, они всегда есть. Тот, кто моргнет первым, да? Игра в гляделке. Вот. Дальше, во-первых, наложится сезонное подешевление товаров. То есть, у нас каждую осень, каждую зиму товар всегда дешевеет. Строительный товар всегда дешевеет. Все факторы должны сложиться. Плюс, надо не забывать про очень важный фактор, который у нас пока ведет себя аномально. И если он продолжит вести себя так же аномально, то я ставлю, ну, просто у меня моя уверенность в том, что цена скорректируется, только увеличивается. Я говорю о долларе. Да, то есть, сейчас доллар у нас там ниже 70 рублей. То есть, это цена прошлых лет. Если наши все экспортные товары, пиломатериалы, металлы и все остальное, оно к доллару привязано, то надо понимать, что доллар-то дешевеет. Соответственно, если тренд сохранится, если мы в определенном коридоре, например, в 65 рублях закрепимся, ну, это минус 15%. Да, то есть, эти 15% потенциально уже подешевление. То есть, для газобетона в Челябинске это уже будет цена не 8 тысяч, а 6 500. Плюс, если еще сезонно подешевеет, так это уже 6 5,5, а это уже можно рассматривать. На пиломатериале то же самое. То есть, сейчас у меня цена с пилорамы 15 тысяч, а в Челябинске 18. А там будет с пилорамы 13, 12, 500 и с места в Челябинске 15, к примеру, с рынка. И эти цены меня уже больше привлекать будут. Сейчас они для меня отталкивающие, потому что, ну, ни одна стройка не бывает, что она идет по плану. Но никогда не бывает. Всегда есть узлы, которые требуют дополнительного внимания, дополнительных строительных материалов, дополнительной работы. А что делать? Ты берешь, едешь и покупаешь. Сейчас один из самых страшных рисков, которые есть на рынке, в том числе и для заказчика, это определенный пул строительных компаний, которые работают с оборота. Потому что у них сейчас, они могут делать старые заказы только с привлечением новых. У них везде идет падение в марже. То есть, они везде недовывозят. Если шабашник, он может прийти к хозяину и сказать, ну, вот здесь материалов не хватает, надо еще докупить. Ну, ты же считал, ну, что я могу сделать? В общем, меня привлекли для работы, я же не инженер, я не владею того, настолько детальной сметной документацией. Ну, да, требуется. И заказчик берет этого шабашника, едет на рынок и снова покупает стройку, и снова, и снова. И ничего ты ему не скажешь. Ах, строительные фирмы, вы же договор заключили, сумму зафиксировали, объемы прописаны. И крутится строительная кампания, как может. Вот, это мы говорим еще от тех, кто старается выполнить взятые на себя обязательства. Вот. Поэтому сезон 2022, он для меня пока, ну, это вот как будто его туманом опутали. То есть, мы сейчас проедем, я вам покажу, как происходят события на ключевых, самых, ну, так скажем, средних, можно сказать, классах и выше коттеджных поселков, где дома от 70 квадратных метров стоят от 80, ой, от 80, от 8 миллионов рублей. То есть, в этих коттеджных поселках цена квадратного метра дома стоит примерно 100-110 тысяч рублей. В предчистовом варианте. Да, то есть, когда я вам говорю о том, что кто-то зарабатывает два конца, да, есть те, которые зарабатывают два конца. Да, то есть, но эти ребята, они там, больше вкладываются, больше рискуют, и у них сейчас большая часть объектов просто зависли. Но это отдельная история. Я вам просто покажу, а вы уж сами делайте выводы. В общем, я для себя решил, что я действую по системе, по методологии, как это положено. Не знаю, что делать, не делай ничего. Вот. По поводу того, что рубль там, опять же, что-то случится с рублем. Ну, да, что-то с рублем может случиться. Ну, вот смотрите, я вам объясню на примере, к примеру, биржи, державой торговли. Она, в принципе, с жизнью очень неплохо колерируется. Колеровку проходит. Суть какая? Ну, вот смотрите. Был у вас, к примеру, 22 февраля до событий спецоперации в Украине миллион рублей. На миллион рублей вы могли купить, к примеру, там, 3 акции какой-нибудь крупной нефтяной компании или еще какой-нибудь любой компании Российской Федерации. А тут наступило 24 февраля, там, 25 февраля, и вы можете их купить уже не 3, а 6. Представляете? Доллар улетел, рубль катится вниз, а покупательская способность ваша выросла. Я надеюсь, логику вы улавливаете. И здесь будет происходить все то же самое. То есть, если у вас есть деньги, вы с этими деньгами будете королями, потому что королевствие слепых и одноглазый король. Вот моя задача сейчас правильно просчитать ситуацию. Данных мало, просчитывать сложно. Но впупериться вот сейчас куда-то, это вот большая вероятность. Рынок сейчас сложный и тонкий. И инстинктивно почти все население, оно это понимает. Все, все притихарились. И вот сейчас у нас мы подходим к очень важному промежутку времени. Когда у нас началась спецоперация, началось активное тягание и изъятие вкладов из банков населением Российской Федерации, всех загнали обратно в банки высокими ставками по 25% годовых, ну правда на 3 месяца. И вот мы сейчас подходим к промежутку времени, когда эти вклады люди начнут обратно забирать. То есть, грубо говоря, у нас, например, в марте они понесли деньги, соответственно, это апрель, май, июнь. То есть, если мы увидим всплеск в экономике, в плане активности денег, то это у нас придется на конец мая, на начало июня. И опять же, в рамках стройки, да, у нас к этому же промежутку времени сейчас решается вопрос по льготным ипотекам. Да, то есть, у нас есть куча льготных ипотек при покупке, к примеру, загородной недвижимости. Вот юрлица, ну, программ, которые позволяют покупать БУ, ну, то есть вторичное жилье, которые, сельская ипотека, которые именно целенаправленно покупать относительно новое жилье возрастом до 5 лет, ну, на сельских территориях. То есть, когда на эти программы поступят финансирование, то, я думаю, мы увидим всплеск оживления и на вторичном рынке, и на новом жилье. Потому что многие из тех, кто строят на продажу, такие, как я, строят как физлица. Плюс, вот эти неясные процедуры по аккредитации в банках, да, то есть, ну, в общем, есть куча нюансов, с которыми стоит работать. Но суть в том, что пока не хватает ясности, сигналы получены, но эти сигналы пока не подкреплены деньгами. То есть, в чем суть? Владимир Владимирович у нас высказывался по поводу льготных ипотек еще в марте. Заявки на те же самые сельхоз ипотеки и льготные ипотеки, новые заявки, начали, по сути, одобряться и приниматься только в конце апреля, в начале мая. Но если мы берем сельскую ипотеку, то на нее не поступили деньги по субсидированию ставки от правительства Российской Федерации. Как только они поступят, будет ясно, какой будет всплеск и вообще объем вот этого финансирования. То есть, пока все в подвешенном состоянии. Ну, по крайней мере, уже заявки принимают, одобрения идут. Да, то есть, ну, посмотрим. Пока все в зависшем состоянии. Пока очень много неясностей. Но, опять же, хочу вернуться к ключевой своей мысли. Кэш не трэш. Вот я бы сейчас, на самом деле, банкам бы не доверял. Вот эти бы мнимые проценты, которые вы там потенциально можете заработать, как бы не ловил. Потому что можно... Риски сейчас выше, чем та потенциальная прибыль, которую вы там можете получить. Скупой платит дважды. Да, то есть, лучше перебдеть, чем не добдеть. Да, возможно, я такой армагеддонщик, но я смотрю на рынок именно в таком ключе. Потому что, ну, не бывает чудес. Поэтому требуется очень грамотно делать. У меня, к примеру, нету больших денег для того, чтобы позволить себе совершать ошибки. Поэтому я стараюсь в рынке работать тонко. Скальпелем, можно сказать, как хирург. И это мне позволяет не совершать больших ошибок и каждое свое действие выжимать по максимуму рентабельности. Поэтому, как действовать вам, это конкретно ваше решение. Я вам могу лишь поделиться своим мнением и своим взглядом на происходящее. И надеюсь, что мой взгляд на происходящее и мои советы вам, они вам полезны. И вы поддержите данное видео лайками и комментариями. Давайте обсудим, как ситуация обстоит в вашем регионе. Что происходит у вас? Что вы видите на строительных рынках? Везут оттуда острые материалы? Или они без продаж сидят? Какие цены? Вообще, что говорят? С кем вы могли общаться? Что вы видели своими глазами или через ваших знакомых? Что происходит конкретно у вас? Давайте составим более полную картину по Российской Федерации. Спасибо всем тем, кто досмотрел до конца. С вами Максим на канале Строим Правильно. Всем пока! Продолжение следует...